Первой на прием к мэру обратилась коренная напчанка. Светлана Фогеля родилась и выросла в селе Джигинка и всегда была неравнодушна к судьбе своего округа. Наболевший вопрос – капитальный ремонт переука Северного, который систематически подтапливает во время дождей. Так как она у нас является центральной улицей к проезду к новостройкам, и она немножко установлена у нас на склоне, а у нас грунт является скруч глиняный. И когда идут очень сильные падки, осадки, это вся наша, что засыпает дорогу у нас гравием, все благополучно скатывается, и так как к ней примыкается очень много улиц, препятствует выезду. После нашей с вами тогда встречи на выездном приеме, мои коллеги при формировании плана на будущий год, они уже эту дорогу сейчас имеют в виду. Это во-первых. Чтобы они ее исполнили в асфальтобетонном покрытии. 99% что в следующем году она будет сделана. Есть только год каких-то форс-мажоров, но я надеюсь, что их не будет и их будет не должно. А вот вопрос Ирины Ермоленко куда более масштабный. Она представила мэру амбициозный проект агробиотехнопарка. Производство будет специализироваться на переработке вторсырья и отходов. Из них предполагается делать удобрения. На примете он Обчанке уже есть участок для строительства. Вот только он относится к категории особо ценных сельхозугодий. Позиция мэра Анапы проект Ирины Ермоленко имеет все шансы, чтобы получить поддержку на краевом уровне. Но вот только участок придется выбрать другой. Сегодня эти институты полностью дееспособны и очень много помогают малому и среднему бизнесу реализовывать свой проект. Готово. С каждым из директоров, пожалуйста, с ними встречайтесь, проговаривайте. Но я не готов вас поддержать в том, чтобы на землях особо ценных сельхозугодиях строить промышленные предприятия. Место мы посмотрим, поищем вместе. Я готов сейчас. Я вам сейчас говорю, давайте вместе еще поищем другие места. Я за то, чтобы сохранить особо ценные сельхозугодия. И их дальше развивать, их дальше обогащать, их дальше улучшать. Новые объекты в Анапе предложила построить и Наталья Морозова. Однако с другой направленностью – спортивной. По словам Анапчанкина, курорт есть много желающих заниматься спортивной гимнастикой, акробатикой и водными видами спорта. Как раз строительство Большого дворца спорта, универсального, где будет и для спортивной акробатики, и для художественной гимнастики. И общая универсальная площадка. Все под одной крышей. Это то, что сейчас предпроект, предпроектную работу мы уже проводим. В планах также построить на участке возле детско-юношеской спортшколы номер 10 профессиональный бассейн. Никита Бойко, Ксения Осипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.